Здравствуйте! Вы смотрите программу «Специальное интервью» в студии Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях поэт, член Союза писателей России, член Литературного объединения Звенигория Сергей Соколов. Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Очень рады видеть вас в нашей студии. Очень хочется сегодня больше узнать о ваших стихах, о вашем творчестве. Когда вы начали писать? С чего все началось? Когда к вам пришла ваша муза? Писать именно стихи я начал где-то два с половиной года назад. Ну, значит, до этого было еще что-то? Да. До этого я писал рассказы в стиле фэнтези, фантастики. У меня где-то около больше двадцати рассказов, незаконченная повесть. Ну, там буквально осталось немного. А что подтолкнуло именно развиваться в таком литературном направлении? Потому что вы, в общем-то, по своему образованию, по всей своей профессиональной деятельности – технарь. Ну, то есть, больше вы всегда были связаны с техническими специальностями, с точными науками, а здесь литература. Или это как-то все-таки было заложено с детства? Возможно, связано с вашим рождением, с вашей семьей? Ну, знаете, честно говоря, я даже сам не понял. Просто однажды у меня есть хороший друг, он писатель-фантаст Василий Сахаров. У него больше сорока романов. И я люблю его читать. Просто бесподобная, боевая фантастика. И я просто послал ему как-то мелкий такой рассказик. Он говорит, так, тебе надо писать. Я думаю, так, ну, если такой человек сказал, что надо писать, значит, надо писать. И начал писать рассказы. О чем ваши рассказы, кто все персонажи, образы, как они рождаются, как приходят к вам? Ну, у меня есть серия, например, про Алмаз. Это такая, скажем, детективная серия от имени Алмаза. Ведется рассказ сам. Вот он рассказывает, где он в каких руках побывал и сколько крови яйца пролилось. Как вы пришли в литературное объединение Звенегория? Потому что, я так понимаю, что именно вот с этого дня, с этого события немножечко все поменялось. Да. Знаете, пришел, честно говоря, тоже это его величество случай. Я проходил мимо библиотеки, вдруг увидел объявление. Написано, что будет собрание, да, собрание литературного объединения Звенегория. Просим мы это самое, приходить, кому интересно. Ну, я думаю, так, ну, надо это самое все-таки сходить, посмотреть на настоящих поэтов. Ну, вы взяли с собой свои рассказы, стихи? Да, рассказы я взял. Но самое интересное, в первый раз его не было. Поэтому я думаю, так. Георгия Петровича не было? Нет, вообще не было. А, не было? Не было, да, самого этого собрания. Я ко второму разу уже подготовился. То есть я написал быстренько штучек 5 стихотворений, чтобы не казаться так уж белой вороной. Вот. Пришел туда, забился в уголок, из которого меня Георгий Петрович тут же сразу же заметил и вытянул. Он говорит, ну, что-нибудь там почитаешь? Ну, я начал читать и пришлось... Обычно там два читают стихотворения, но мне пришлось все прочитать. И вы, наверное, сразу подумали, надо было писать больше. Не-не-не, я как раз таки подумал, тут что-то не так. Потому что обычно все там хлопают друг к другу. Ну, а тут же получилось так, что была тишина. Просто мне дали читать дальше, дальше и дальше. Что было бы потом? Что вам сказал, конечно же, Георгий Петрович, коллеги? Георгий Петрович сказал, так, надо писать дальше. Просто писать, работать. Надо больше работать с рифмой. Так как у меня изначально шла эта холостая рифма. Ну, то есть, как вам сказать, это рифмуется вторая и четвертая строчка. Поэтому, говорят, для того, чтобы она звучала лучше, надо рифмовать первую, третью, вторую, четвертую. Ну, то есть, как положено. Ну, вот я потихонечку работаю с этим. Сергей, предлагаю что-то прочесть на ваш выбор, чтобы наши зрители тоже смогли сразу погрузиться в ваше творчество. И уже более детально понимали, о чем идет речь. И, возможно, также замерли около экранов своих телевизоров. Ну, хорошо. Как члены литературного объединения «Звени гори», когда вы впервые читали свои стихи. Солнце плавится в черном омуте, речка тихая, камыши, над сосном, над дальним бором тучи черные, не души. Рядом сяду я с легкой удочкой, и опять забуду про клев, поболтать пришел с тихой реченькой, не думая про улов. Плавок склонен, пригорюнился, стрекоза на нем прилегла. На откосе идтятся ласточки и проносятся, как стрела. Рыбки мелкие ходят с тайками, хлеба черного покрошу. Как найти бы мне рыбку в золоте, по секрету их распрошу. Ветерок скользнет с тихим шорохом, и поклонится камыши. А за ним и сосны грозные в этой сказочной тиши. Попрошу ее речку тихую, подари мне в душе покой. Что-то много проблем до несчитанных, злыми осами надо мной. Слезы капают у речку тихую, грусть глаза опять залила. В поднедельник родился, видимо, и тоска всего извела. Речка шепчет мне, все забудется. И осядется, словно ил. Все забудется, смоет временем, но останется чем-то живым. Потрясающие стихи, мне очень понравилось. Правда, мне хочется выдержать паузу, а потом уже поаплодировать. Спасибо. Спасибо. Теперь вы еще так читаете, очень проникновенно. Совершенно не так, как разговариваете. То есть, прям действительно видно, что эти все строки, они от сердца, души. Это Георгий Петрович меня долго учил. Учил, учил, натаскивал, как все-таки выходить на сцену. Поэтому все это аплодисменты. Что вы чувствуете, все-таки уже больше двух лет в литературном объединении, когда выходите на сцену, когда читаете свои стихи, волнуетесь, не волнуетесь? Как вот? Что внутри? Внутри? Внутри. Ну, я думаю, внутри все-таки, да нет, не волнуйся уже, внутри больше желание рассказать, именно вот, то есть, прочитать стих так, чтобы читатель понял, что я не вру. Ведь главное для поэта, это даже не слава, это любовь народная. Вот когда народ будет тебя любить, вот тогда этот поэт запомнится на века. У вас уже вышла вторая книга, называется «На вальдах души». Когда вышел в свет первый сборник, и как он назывался? Он назывался «Срезы», он вышел в 2018 году, то есть, практически каждый год по одному сборничку. Ну, и сейчас готовится третья книга. А вот что для вас, когда вы приезжаете в типографию, когда уже берете в руки готовый продукт, книгу, держите, понимаете, открываете, и там ваше произведение, ваши стихи? Честно? Ну, конечно, у нас же честный разговор. Ну, это самое вот такое, господи, как я это все дотащу. Да, в основном это. А вот когда уже привезу, когда уже открою все это, вот, перечитаю, просмотрю, ну, тогда, наверное... Кому уходит первый экземпляр? Ну, знаете, просто по дороге. Обычно просто по дороге первый экземпляр уходит. Обычно даже водителям автобусов, маршруток, которые меня подбрасывают. Вот это так получается уже второй раз. То есть, я иду с этими баулами, с этими книгами, вдруг останавливается что-то, меня подбрасывает, и я говорю, вот, это контрольный, сигнальный. И все вот так. Ну, вот как раз она, народная любовь, так происходит. То есть, книги уже с первых минут уходят адресно. По назначению, да, в народ, уходят в народ. Ну, конечно же, я думаю, для вас очень важно мнение Георгия Петровича как мастера, как вашего наставника, и, безусловно, человека, который поверил в вас, когда вы только пришли в литературное объединение. Да, да, конечно. Прежде всего, я, у нас на WhatsApp есть своя, как говорится, вот, такой маленький между собойчик, вот, я сбрасываю туда, и, соответственно, сразу же Георгию Петровичу уходит вот то, что я наговариваю. Оно еще написано здесь у меня, наговорено, и отправляется туда, а уже потом, уже на стихиеру и все прочее. Но он строгий руководитель? Да. Спрашивает серьезно? Да, потому что, все-таки, если остальные у нас поэты, они больше такие немножко оптимисты, то я больше, скорее, пессимист. Вот за это мне постоянно попадает, и не только от Георгия Петровича. Ну, почему же так все серо, да, ну, почему же так все грустно? Именно поэтому, то есть, красок не хватает? Да нет, я раскрашиваю, но ведь какова жизнь, поэт не должен врать. Какова жизнь, такую он должен показывать. Если он начнет врать, это уже не поэт. Вот все-таки в литературном объединении вы все друзья, коллеги, соперники. Какая вообще царит атмосфера, и насколько изменилась ваша жизнь после того, как вы вошли в состав? Соперники? Я бы не сказал. Нет, у нас как такового соперничества, ну, если только в литературном плане. Вот у нас идет вот что-то такое, допустим, я сбрасываю стих на WhatsApp, вот, вскоре кто-то еще сбрасывает. Ну, получается, вы подстегиваете друг друга, да? То есть, так, если Сергей уже отправил стих, что же я сижу, ты еще ничего не отправила, да? Срочно ручку, бумагу, и уже летит еще один стих. Ну, это здорово, значит, вы друг друга мотивируете, не стоять на месте, идти вперед. За время пандемии вышел альманах, второй альманах из Венегория, посвященный 75-летию Великой Победы. Какие стихи ваши вошли? Вошли четыре стиха. Вот, именно такие, про войну. Что-то есть у вас? Можем мы сегодня почитать? Ой. Или вы приготовили что-то другое? Да, я больше лирик. Я как не то, что не люблю про войну писать, я просто ее, как каждый поэт, чувствую, сколько боли тогда было. Сколько всего вот страха, боли, смерти. И поэтому каждый раз мне вот все это, каждый стих, это такая, так выгорает душа, что... Поэтому вот я отдыхаю со стихами про природу. Читайте тогда, читайте. Ну, хорошо, давайте вот прямо первое же. Осень поздняя, и первая пароша. Разменяла пелену дождей, по полям неспешно бродят кони. Опустили в поле лошадей. Тишина стоит, как будто в храме. Дятла стук похож на треск свечей. Снег ложится белым покрывалами, и ночами будет чуть светлей. Медная кара со сновысокой. Оттеняет леса муть и хмарь. Скоро все завалит белым снегом. Серых дней устала печаль. Конь заржала, эхо подхватило стаю растревоженных ворон. Разнеслось по дальним перелескам. Стихло все, и мир впадает в сон. Еще читайте. Ну, хорошо. Почему второй сборник называется «Во льдах души»? Кто ему дал такое название? Вы знаете, я. Обычно мне всегда с названием помогает Георгий Петрович. Но тут я что-то взбунтовался немножко. Думаю, ну, ведь душа, она действительно сейчас в наше время очень сложно жить. Поэтому душа у многих оборачивается льдом, которое очень трудно замечать чужую боль. И вот я пытаюсь этими стихами немножко ее растопить. Давайте попробуем. Давайте. Сонная Русь Русь-то моя задремавшая Край деревянных церквей Рощи березами полные Звонки в кустах соловей Реки широкие, мощные Золото льна на полях Разве такое выстрите в дальних и чуждых краях? Оконем говор разбавленный Люди с открытой душой Здесь не оставят, не бросят Если пришел ты с бедой Исп почерневшие срубы Старый резной палисад Чайки над тихой рекой В небе крестами парят Северный край необъятный Лес бескрайняя даль Топи болото бездонное Небо привычное хмарь Сонная ты моя родина Ты никуда не спешишь Знаю Ты тайно великий Так же, как прежде хранишь Красивые Красивые Прям образы Пишите образами Да, мне это постоянно говорят Где вы картины эти посматриваете? Вы знаете, память Память постоянно выдает это Особенно вот Я жил в Вологде Да, и вот Север Он 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 Исклонно русский Он Никогда не был Неподкен Даже под татарами Как сейчас Привычно говорить Триста лет Нет Север не был И вот Та вот Сохранилась Те люди Та природа Которая Которая Всегда будет Выручать Россию То есть, именно время, которое вы жили в Вологде, повлияло на ваше творчество в какой-то степени? Вы знаете, я жил и на юге, и на горячем юге, в городе Джамбул, сейчас Тарас, там температура была 40 и 45, это нормально, но просто, да, север, север по-своему красив, он красив своей хмурой красотой, он всегда суров, но он всегда честен и добр. А что дает вам Звенигород? Безусловно, проживая именно в этом городе, очень сложно, мне кажется, особенно вам, не писать. Да, Звенигород древен. Вот, наверное, вот как раз-таки он и подхлестнул сама вот эта атмосфера древности и подхлестнул писать. Ведь я до этого, как переехал в Звенигород, ну, не писал, точнее, было в детстве, я был маленький рассказик, который отправлял в журнал, там, юный техник, вот, мне его прислали обратно, это было очень давно еще в Советском Союзе, вот, попросили переделать, вот, я переделал, но потом вдруг я узнал, что тот редактор, который вот за этим смотрел за детской, и вдруг он умер. И поэтому я не стал вот дальше продолжать это, но тем не менее все это вернулось, как говорится, на круги свои, и литературой пришлось заняться. По идее. Ну, пишется в Звенигороде легко? Да, особенно в лесах. Леса, река. Я ведь живу на Звенигороде, на посаде, мне достаточно пройти там 300 метров, и вот она уже Москва-река, и это вся эта вот долина, долина Москва-реки, она просто, она просто как в чашу, Звенигород лежит просто в чашу. Опять спешат дремотный тихий край, на крылья тонкие, на матовые версты, летят по небу к линии журавлей, Внизу леса, поля, дома, погосты, оставив позади простор чужбины, и грудью рвя границы под собой, Летят величественно птицы, крича с небес, лечу, лечу домой, и крики их мне так тревожат душу. Тоска в груди рождает волчьей вой, и мне порой так хочется на север, и мне безумно хочется домой. Там глубина Руси, серый край, людьми уже забытых деревень, Лишь кое-где петух, озябшим утром, встречает хриплым криком новый день. А какое ваше самое любимое стихотворение? Самое любимое? Самое любимое, ну, я думаю, что самое любимое. Или они все как дети любимы? Нет. Все-таки я, наверное, я вообще вот ближайшие первые два года не называл себя, поэтому и стихи для меня не были. Я их называл, мои стихи, как неродные дети, это все могут подтвердить, да. Потому что я больше был именно фантаст, но так как я немножко все-таки занялся поэзией, ну, теперь приходится называть себя поэтом. Ну, я начинающий поэт, это я сразу говорю. Я только учусь. И учиться еще долго, дай бог. Предлагаю что-то еще прочесть в завершении нашей программы. Да, давайте прочтем. Пурга. Ну, вот скоро у нас зима, ну, вот. Замело леса, болото, ветер вихрет белый снег, То разгонится на поле, то в лесу замедлит бег. Спит деревня, в окнах тьма, вдоль нее метет поземка, Средь затихших черных изм, снег устраивает гонки. Только вертится в лампадке желтый вечный огонек, Да с иконы черной, старой, смотрит в избу строго бог. И шуршат подполья мыши, хрупкой лука шлухой, Да в трубе печной закрытой ветра за унынной вой. Сергей, спасибо за ваше творчество, за ваши стихи. Ждем с нетерпением выхода третьего сборника. И самое главное, пишите. Я пишу. Георгий Петрович постоянно мне говорит, ты пиши. Я говорю, я так же отвечаю, я пишу. Пишите стихи, не убирайте из рук ручку и бумагу. Держите всегда в руках рядом блокнот, чтобы отправлять в то или иное путешествие по родному городу, по пригороду Звенигорода. Конечно же, все эти мысли можно было записать, а потом уже сложить в стихи, в рифмы. И отправить Георгия Петровича на проверку. А уже дальше, естественно, вот это все и формируется в книге, и в возможности уже выхода перед большой аудиторией. То, собственно, ради чего, наверное, любой поэт и творит. Да. Боэт должен быть услышан. Спасибо вам. Спасибо вам. Творческих вам успехов. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Подписывайтесь на наш канал. Пока. Продолжение следует...